Где-то под конец репетиции в третьем часу, ну может быть половина, может быть подольше, это в 14.30, вдруг я уже заканчивала как бы репетицию, поднимаюсь по этим вот ступенькам лестницы, чтобы объявить, чтобы остались ведущие вот этой программы спортивных мероприятий и сборить 22-го числа в 13 часов. Беру в руки мегафон, обворачиваюсь, вижу, подъезжают работники правоохранительных органов и быстрым, так сказать, темповым шагом направляется в сторону нас. Я, естественно, подумала, что что-то случилось у нас в Доме музыки и кино, других у меня и даже мыслей не было, а оказывается, они направились все ко мне. И вот, значит, вот в этом правом углу они меня сразу же, значит, в корректной очень форме, все достойно было, стали спрашивать мои, естественно, личные данные, на каком основании я провожу, и в это время, значит, тут же подбегает Ясин товарищ и начинает на меня крики, что я, значит, здесь провожу акцию, митинг, призываю людей, кричу лозунги и, значит, за деньги, естественно, что вам сколько заплатили, сколько вот я заплатила этим ветеранам, чтобы они пришли. Ну, мне с ними, с ним долго не пришлось называться, я только крикнула, что это только ваша тактика, это вы только так позволяете унижать людей, и меня отвели в сторону. То есть с ним я больше разговора не имела. Я вижу, что они направляются в сторону моих ветеранов, спиной слышу, что вот, ну, визг, прямо, вот, знаете, разговор визжащий, кричащий, этот самый, что мы вам покажем, что вот вы, значит, платите 200 какие-то тысяч слышу, вот, была нецензурная брань, но я не знаю, кто эту нецензурную брань произносил, и мне просто не видно, я все находилась спиной, так как я отвечала на вопросы. Дальнейшие действия вот здесь их, я только кричу ветеранам, чтобы они расходились, чтобы их не провоцировали. Я считаю, что это была чистая провокация. Для чего она направлена? В первую очередь, я считаю, что столкнуть нас с работниками правоохранительных органов. Второе, это, чтобы сорвать наше мероприятие. И третье, унизить нашу честь и достоинство. Потому что мы были так оскорблены вот этими претензиями, визгами и криками, и потом они нас, оказывается, снимали, приглашали, значит, съемки велись вот с этой стороны, я видела, товарища, но я не знаю, кто. Это мне потом сказали, что был Марков. Дальше, значит, вот здесь они тут начали моих ветеранов приглашать с ними сфотографироваться. Для какой цели и почему они будут это использовать? Методы это подлые, грязные, непристойные в отношении особенно ветеранов. Вы знаете, двое человек у меня здесь так расстроились, что потом, как говорится, у них давление поднялось, мне пришлось их отправлять. Я сама, во-первых, после этого я живу в деревне, вместо полутора часов я два с лишним часа шла, и вы извините, у меня слезы лились рекой, я не могла понять, что мы сделали или плохого, и почему нас так оскорбили при всех.